здравствуйте уважаемые подписчики гости моего канала кто решил просто найти видео о каннибализме у цыплят они конечно очень так громко сейчас разговаривает может быть плохо будет меня слышно это вот цыплята им буквально вторая неделя пошла кстати из фавероли можно определить пол из шести фавероли один самец и 5 самок вот вот с темненьким уходит остальные все вот самочки вот один черненький это самец черники я имею ввиду крылышки а фавероли сами белые черные вот эти черные это у нас русская хохата ну не будем сегодня у нас речь о каннибализме ну каннибализм он может развиться у всех да то есть у цыплят у взрослые птицы естественно есть ряд таких факторов которые могут спровоцировать да вы можете посмотрев это видео на перечисленные вот эти факторы и понять что у вас фактор конечно первое это скучность да когда очень много птицы на маленьком участке у меня такого нету да вы видите очень много свободного места очень много свободного места второе это неправильное освещение да то есть цыплята например вот у меня цыплят у меня спровоцировал неправильное освещение вы видите лампочка 1 лампочка 2 вот ее закрою вот так пальцем у меня было две лампочки они горели и днем и ночью обычно я так делаю вот но неправильное освещение вот спровоцировала выработки в организме цыплят большого количества протеина или нолевой кислоты это ведет все к агрессивному состоянию у птицы вот третий фактор это у нас естественно неправильное питание когда в организме у птицы данном случае цыплят не хватает кальция белка птица или когда много например у птицы только например растительные продукты нету животного происхождения у нас птиц это вообще всеятное животное существо вот поэтому животное происхождение должны быть это уже не говоря о том что должен быть обязательно полноценный корм да то есть пока и так далее старт это и так далее так далее так далее если вы заметите вот белое они доедают это я давал творог творог обязательно вот вот эти факторы они провоцируют да как вы можете заметить естественно доминирующие цыплята начинают клевать не доминантным выклевывать нехватка у них происходит в организме кальция белка они начинают кушать перо затем из этого пера начинает где-то подтекать кровь все они почувствовали вкус крови и начинают извините за такое некрасивое слово долбать это место и бывает такое что выжирают всю заднюю часть да то есть клоаку и все 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 и бывает и внутренности если это большая птица да и у цыплят тоже такое бывает извините вот за стекло такое немытое здесь вроде видно какое лечение во-первых это освещение да нет давайте начнем с того что больных цыплят если они есть их нужно изолировать иначе их так все равно будут клевать в то место поврежденное естественно место нужно антисептиком различным зеленочкой йодом все это обработать затем сократить световой день и цвет должен быть просто на минимум темные обязательно темный цвет вот так вот пальчики выходят темный цвет и рациональное питание то есть это полноценный корм гранулирный или какой-нибудь в воду мы добавляем витамины обязательно в данном случае у меня это гомотоник 1 миллилитр на 3 литра воды и животного происхождения это у нас творог это у нас как мне подсказал замечательный друг с канала птичей птичий двор кажется если не ошибаюсь ошибаюсь извините животное происхождение это у нас фарш да можно тот же самый куриный фарш птичь растительное происхождение я даю лук и мы можем обратить внимание сейчас у меня каннибализма нету птица здоровая шустрая очень шустрая прям вообще и очень большая растет у меня как на дрожжах вот такое лечение из фаверолик у меня вот один самец как можно определить пол цепленок фавероли то есть крылышки вот вот самочка бежевый цвет и вот самец черный вот такие цыплятки сейчас мы откроем они все убегут испугаются вот они красавцы у них все чистенько я думаю это видео будет для кого-то полезным вот ну подписывайтесь на канал не забывайте если понравилось и до новых встреч субтитры субтитры субтитры